Красочный фасад, светлые помещения. Строительство детских садов в Новом городке и Медвежьих озерах блитится к финальному этапу. Завершается чистовая отделка в разгаре благоустройства прилегающей территории. Правда, темпы возведения объектов разные. В Новом городке строители работают оперативно, а вот в Медвежках руководитель районной администрации Алексей Валов дал указание ускориться. Сейчас на объекте 54 человека, добавляются люди на отделку, еще будут сегодня 12 человек добавиться. Работа в основном сейчас упор на первом этаже, на третьем, втором небольшие недоделки, группа в принципе готова, работы в принципе отделочные закончены. Полным ходом ведутся работы в будущем общежитии для медиков в Новом городке, в трехэтажном здании бывшего военного общежития. Здесь на первом этаже готовятся к открытию социально-реабилитационный центр для детей и подростков. Под общежитие определены второй и третий этажи здания. Оно будет рассчитано на 40 семей. Предполагается, что такие меры помогут решить проблему нехватки медицинских кадров в районе. Построят общежитие, выделив квартиры, дополнительно порядка 20 квартир по району, мы закроем дефицит врачей. Это самое главное, потому что педиатров не хватает, терапевтов не хватает. Не хватает, много не хватает врачей, поэтому будем работать, чтобы эту проблему снять. Реконструкцию помещений планируют провести и в соседнем здании, санчасти бывшей местной воинской части. В планах оборудовать здесь поликлинику. Там поликлиника будет для медвежозерского. Дай бог в этом году запустим. В центре внимания и дом номер 17 на улице Краснознаменская. Строительство дома для расселения так называемой казармы ведет группа компаний ПИК по личному поручению губернатора региона. Из веткого здания по адресу 1-й советский переулок 19 жители переселят в новостройку. В настоящий момент на площадке порядка 140 человек. Ведутся работы по монтажу железобетонных панелей. Секции 2, 3, 4 уже заканчиваются. По первой секции 14 этаж монтируется. Также идут работы по утеплению устройства фасада первых трех монолитных этажей. И инженерные сети прокладываются. Мы расселим ветхоаварийное жилье. И этот дом строится для того, чтобы расселить казарму. 1-й советский переулок 19. Соответственно 330 квартир выделим. Люди переедут. Из ветхого убогого приличное жилье в новое. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.